Добрый день! Меня вас представили. Рад видеть со многими из вас. Я уже знаю, кто вы со мной. У меня есть что сказать. Я читал Евангелие от Иоанна, и там в конце 6 главы 65 стиха Иисус сказал следовавшему за мной ученикам, что если Бог, Отец, Он вас не привлечет, вы не сможете ко мне прийти. Написано, что с того времени многие ученики, то есть Библия акцентирует, что не простые люди, не зеваки, не толку слушателей, не люди, которые ходили за их ради крема, но ученики с того времени многие отошли от Него. И Он спросил, даже повернувшись к группе своих ближайших учеников, я не читаю это дословно, но все знают эту историю, что «А вы не хотите уйти от Меня?» И в жизни человека наступает такой момент, который называется решение, и мы воспринимаем это как шаг. Когда Бог к тебе обращается, и ты можешь себя уже видеть человеком, который веровал не только вчера, ты уже кто-то, ты себя как минимум видишь в церкви кем-то, но Бог ждет от тебя реальных действий. Это правда. Я не принадлежу к этой поместной церкви, но мы благодарны, что предоставили здание, возможность, послужили. Спасибо Богу, который вложил переживания людям, что не только свое, но послужить другим людям и другим церквям. Я также не принадлежу именно вот к этой организации, но принадлежу к призыву, который Бог дал людям, переживанию, которые Бог наделил людей, служить Ему. Мы же не просто так живем на этой земле. Петр уже осторожно когда-то спрашивал Иисуса. Был богатый юноша, был человек очень религиозный, был человек, который воспринимал заповеди, пытался их выполнять, потому что Библия его посвестила, как человек, который, если он сказал, и в Библии это написано, значит, он их выполнял. Он не был лжецом. Он Иисусу мог сказать, что я выполнял, и целый перечень. И даже мы можем в чем-то, может быть, видит ли у нас предмет, из конкретно этих заповедей некоторые, наверное, кто-то их нарушал, но призыв пойти дальше его остановил. Почему? Его решение не было в этом. Он был согласен ходить в церковь, он был согласен к формату служения, он был согласен участвовать настолько, насколько он согласен. Он был ограничен в своем видении, в своем понимании, но не смог пойти дальше. И Петр в тот момент, ему нужно было принимать решение, обычные пылки Петра в тот момент не были столь решительны, это и в Матфея 18 главе сказано, в 3-х главах сказано. Он спросил Иисуса аккуратно, не как он обычно был готов, был криклив, был легок на поднятие рук, как мы это называем. В тот момент он был аккуратен, он сказал, Господи, а ведь мы оставили дома. Иисус ему сказал, что истинно, кто оставил дома, кто оставил жен, детей ради вине и царства, тот получит. И этот шаг тоже многие сделали, как мы были знакомы раньше по другой организации. Нет, мы не будем называть вслух, они чувствительны к этому, но мы можем тоже и благословить их и сказать им спасибо. Было время лицов, мы благодарны, те, кто будут смотреть, мы действительно искренне вам благодарны, спасибо и благословляем вас Божьим именем, как это учит Библия. Будьте благословены дальше в вашем служении. Но в этой ситуации же, где говорит ему 6 глава, здесь нужно было уже пойти дальше. Уже Петру нечего было говорить, уже Иисус его спросил, ну что, и ты оставишь на него? Пусть тебя не сломает пример отошедшего, пусть тебя вдохновит, что есть призыв в твою жизнь, пусть тебя вдохновит, что Бог говорит тебе сегодня, в это время, чтобы ты пошел дальше, чтобы ты служил ему, потому что, вот, и в тот момент Петр, он уже был максимально, можно сказать, осторожен и, как бы, на словах аккуратен, он сказал, что, ну куда мы пойдем? Ну куда мы от тебя пойдем, если в тебе благословит вечная жизнь? И Бог нас призывает к действию, потому что благословит это действие, это не только говорить, это уже действовать. И правда, ты можешь действительно серьезно относиться к призванию. Вот тут уже не надо быть легким. Это действительно серьезное, трудное решение, Библия призывает к ответственности в такой ситуации. Но если действительно ты чувствуешь в своей жизни призыв к побуждению действовать во имя Иисуса Христа действовать, потому что мы ощутили Божью любовь, и здесь же есть люди, которые ощутили Божью любовь. Мы же не просто интеллектуально поняли, что Иисус умер за нас. Тогда наше служение – это всего лишь что? Это всего лишь ответная любовь. Это когда ты даже немножко, может быть, не уверен, даже не лепишь в своих побуждениях. Почему? Потому что ты хочешь послужить и просто иногда даже не знаешь, чем. И вот это чувство, оно рождает самые настоящие действия, потому что они искренние, они от сердца. Они не от программы, не от формата, не от служения той или иной организации, они от сердца. Поэтому мой призыв, мое, так сказать, участие, то, что я могу сказать, разделить с вами то, что я чувствую в Господе. Если ты чувствуешь внутри себя пробуждение, и так же Бог говорит себе, действуй. Не стесняйся, потому что сегодня, сейчас время действовать. Но не только завтра. Потому что если мы будем ориентироваться только на завтра, однажды в жизни мы оглянемся и у нас только пустые вчера. Но время действовать. Призыв Бог к нам сегодня. То, что у меня был призыв. Спасибо.